Авторадио Магадан 103FM Три года, как вы стали мэром города Магадана. Вы говорили о том, что основной девиз такой был, да, город без долгов. Это один из основных пунктов стратегии развития города. Вот получается ли идти в нужном направлении? И если есть какие-то трудности, то с чем приходится сталкиваться? Ну, действительно, мы об этом говорили и продолжаем говорить, что это как бы цель, к которой мы идем. Это амбициозная, на самом деле, цель, потому что миллиард семьсот долг, который был, он так и остался у нас. Я сразу говорю, что без помощи вышестоящего уровня бюджета с долгами по кредитам мы не рассчитаемся. Наша задача не наращивать, и мы не наращивали. Наша задача была снизить кредиторскую задолженность, ее мы планомерно снижаем. Мы начали с миллиарда, сегодня семьсот. Вот у нас за три года триста миллионов погашено. Но я хочу сказать, что произошло за три года. Мы за три года прошедших научились жить по средствам. Это самое главное. Я редко говорю о том, правильно или неправильно действовали мои предшественники. Но однозначно могу сказать, что сегодня мы рассчитываемся за все то, что город получал в 2004, 2012, 2012, 2015 годах, не имея на то достаточных денежных средств. Поэтому на определенные объемы работ, на определенные приобретения, которые были для города, мы влезли в очень серьезные долги. И сейчас мы продолжаем рассчитываться за эти покупки и стройки. Это примерно 220-230 миллионов ежегодно. Мы платим за обслуживание долга. Жалко, честно говоря, потому что эти деньги могли бы направляться на благоустройство в городе Магадане, на ремонт школ, детских садов, учреждений культуры. Таких денежных средств у нас не было. Если говорить о деньгах, которые в этом году были выделены на ремонт школы, это трехгодичная сумма, по сути дела. Если переводить в эквивалент ремонтных работ. Жалко. Жалко и другого ничего не дано, потому что бюджеты в каждом году, в 2016, я уже будучи мэром города, принимал бюджет с 2016 года, с 2017, с 2018, и вот сейчас работаем уже над бюджетом 2019 года. Напряженный, да, всегда был напряженный бюджет, и мы научились работать в состоянии напряженного бюджета. Мы соизмеряем свои возможности и потребности, что дает нам возможность даже снижать, как я вам сказал, кредиторскую задолженность. Научились работать с людьми, объяснять, почему не все и не сразу, что мы должны сделать в первую очередь, что в вторую, что в последнюю, и научились объективно рассказывать, почему мы какие-то работы в городе Магадане не смогли выполнить. Поэтому бюджет 2019 года по собственным доходам будет, я полагаю, на 100-150 миллионов больше. Рассчитываем на разумный объем финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня, который бы нам обеспечил решение нами основных полномочий, которые определены 131-м федеральным законом. Мы продолжаем наращивать собственные налоговые платежи, это и управление муниципальным имуществом, и работа по легализации объектов налогообложения. У нас еще очень много физических лиц, а я хочу сказать, что именно налог на доходы физических лиц в городе Магадане является определяющим в бюджете города. Очень много у нас объектов недвижимости выпадает из налогооблагаемой базы. Мы уже в течение трех лет работаем с гаражно-строительными кооперативами, которые у нас 90% сегодня не регализованы. Не платится и налог на имущество, не платится арендная плата. Я не хочу винить никого из правообладателей гаражно-строительных кооперативов. Методика отработана. Нужно просто поупираться, поработать вместе с налоговой, поработать со строителями, с департаментом САТЭК. Мы даже рекомендуем обращаться за своими правами в городской суд. Мы там не упираемся и не говорим, что это собственность, которая принадлежит муниципалитету. Мы признаем права тех или иных ГСК, они получают свидетельство на право собственности, тем самым платят и налог на имущество, как физические лица, и платят аренду за земельные отношения. Поэтому есть резерв для пополнения собственной базы, и я думаю, что над этим мы будем работать. Я думаю, что за предстоящие еще два года моей работы, я думаю, что где-то на 300-400 миллионов мы должны объем собственных доходов в городской казни увеличить. Это за какой период? Это в 19-20 годы. У нас следующий год юбилейный. 80 лет со дня образования, 90 лет со дня основания города Магадана. И даты у них такие очень близкие. 23 июня, 14 июля. Сергей Костянович сказал, что будем праздновать три недели. Я согласен. У нас мероприятия, потому что... Мы любим праздновать. Да, мы любим праздновать. У нас очень много мероприятий. Но задача, которая поставлена руководством области, чтобы не превратить это в свистопляску и в фейерверки, нужно сделать какие-то вещи, которые бы надолго бы магаданцам напоминали о том, что было 80 и было 90. Оргкомитет возглавит вице-премьер Алексей Васильевич Гордеев, наш земляк. Очень серьезные люди вошли в состав Оргкомитета. Мы дали все свои предложения и федерального уровня, и регионального, и муниципального, и микрорайонного. Будем праздновать по-серьезному с началом строек хороших объектов. Когда Сергей Алексеевич говорит, что-то запомнилось, я говорю, давайте похулиганим и установим камень, где предполагается строительство железнодорожной станции. Ну, как-то это было воспринято в шутку полусерьез. Но, тем не менее, почему нет? Я хочу все-таки в 2019 году по максимуму сделать все для того, чтобы у нас появился городской краеведческий музей, который, мы говорим, меня там тоже задевают постоянно. А вот обещали, обещали. Проект готов. С деньгами туговато. И мы включили этот объект. Я думаю, что Министерство культуры и в лице министра Мединского подхватят этот объект. И как музей городского быта, он у нас звучит, найдут федеральные денежные средства с тем, чтобы помочь нашему бюджету воссоздании этого музея. Еще такой вопрос. Что для вас является определяющим в работе руководителя, мэра? Ну, первое, что бы я хотел, у нас вообще любая, реализация любой задачи, это анализ ситуации и выбор стратегии. Вот анализ ситуации, это владеть объективной информацией, правдивой информацией о том, что происходит в городе Магадане. На основе этой правдивой информации можно выстраивать правильные управленческие решения. Если кто-то заводит рак за камень, назовем это, если меня снабжают не объективной информацией, а, проще говоря, лгут, вот, это для меня оценка сложилась, и этот человек будет чувствовать это буквально через пять минут, как я к нему отношусь. Вот, я, никакого очковтиратьства не должно быть. И там, если там говорят, что, а вот там что-то сказал, что-то не сделал, но могут и подставить. Но я перепроверяю все, я перепроверяю все письма, все ответы, я вычитываю все, что мне кладут на стол. Это вот, там, наверняка меня сейчас слушают, в том числе и работники аппарата. Это действительно так и есть. Перечеркиваю все тексты, правлю ошибки, вставляю «С», где пропускают, да, включаю «Н», где пропускают, расставляю знаки припинания. Помогает мне во многом Елена Михайловна Гоголева, она у нас экспертом работает. Я говорю, Елена Михайловна, вот я правильно сделал замечание? Она говорит, правильно, делайте. И впредь, потому что, ну, как бы, считаю, что я хоть и не филфак закончил, но с русским языком у меня все в порядке. За что вы любите Магадан? За все. Вот вообще просто за все, и за хорошее, и за плохое. Энергию ее можно получать только тогда, когда, знаете, на батарейке у нас написано плюс-минус, да, а в результате получается электрический ток, какой-то результат полезного действия этих двух составляющих. Вот я люблю Магадан за снег, за дождь, за солнце, за наше короткое лето. Я люблю Магадан за замечательных людей, это самые умные люди, самые приветливые, самые душевные люди. Да, вот за все это я и люблю Магадан. А какой бы город вот будет там лет через пять, не знаю, может быть, через десять? Вот давайте пофантазируем. Я нафантазировал, у меня план развития города Магадана до 25-го года. Вот уже и фантазировать не надо, надо, чтобы он сбылся. Там все написано, что хотел я, что предложили люди, за что отголосовали депутаты. Вот хотелось бы, чтобы вот это все выстрелилось, чтобы город развивался по спирали вверх. Спасибо большое, я надеюсь, что будет именно так. Ну, конечно же, спасибо, что вы всегда находите время к нам, приходите. Для нас это тоже очень ценно и приятно. Вы дали очень хороший старт, очень хороший старт. Да, спасибо. У вас хороший темп, и вот мы бы хотели пожелать, чтобы этот темп не сбавлялся, несмотря ни на что. У нас в гостях мэр города Магадана Юрий Федорович Гришан. Всего доброго, Магадан, хорошего окончания рабочего дня и хорошей трудовой недели. Всего доброго.